Доброе утро, страна! Мы продолжаем с вами делиться полезными новостями. И знаете, буквально на днях в Бресте завершился четвертый международный фестиваль-конкурс творчества Миллениум. Чем удивляли участники зрителей и жюри в этом году, сейчас и узнаем. А у нас в гостях организатор международного фестиваля Миллениум Александр Лавринович и прекрасная финалистка фестиваля Марика Корзюк. Доброе утро! Доброе утро! Я вас приветствую обязательно и с Марикой поговорим. Александр, первый вопрос вам. Для тех, кто не живет в Бресте, для тех, кто не подписан на аккаунт фестиваля.бай в Инстаграме, мы подписаны, мы знаем, насколько масштабным, насколько ярким был этот фестиваль. Расскажите, что это за фестиваль? Почему важно действительно его не пропускать? Вы знаете что, фестиваль масштабный, насыщенный, объемный. Конечно, я уверен, что в Бресте не осталось ни одного человека, который не слышал о мероприятии. Да что Брест? Я думаю, что и в стране практически не осталось людей, которые не знают про фестиваль Миллениум. Основной задачей фестиваля является раскрытие талантов. Вот именно такую звездочку мы раскрыли на фестивале. Можно сказать, это, да, надежда фестиваля, которая, я больше чем уверен, что в ближайшем будущем порадует всех привлеченных к творчеству людей нашей страны на сценах самых больших театров мира. Но я хочу сказать, что в этом году фестиваль был особенным, потому что в этом году решением исполкома было принято решение о проведении фестиваля Миллениум под эгидой года исторической памяти. 1 января 2022 года указом номер один президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко было решено объявить 2022 год годом исторической памяти. И я благодарен Брестскому городскому исполнительному комитету и лично мэру города Александру Степановичу Рогачуку за поддержку этого фестиваля и всяческое содействие по абсолютно любому вопросу. Наверное, поэтому фестиваль и получился такой масштабный, насыщенный и, ну, крутой, ну, что говорить. И, как говорят, прошел на самом высоком уровне. Абсолютно. Вы знаете, совершенно право, поддержка действительно очень важна и нужна. Расскажите поподробнее, сколько в этом году было участников? Из каких стран? Потому что это международный фестиваль, мы повторимся. В этом году нашу страну, нашу любимую Беларусь, наши таланты белорусские и нас, как организаторов, поддержали 34 страны. 34 страны-участницы было в двух форматах, в онлайн и в очном режиме. Некоторые страны смогли все-таки приехать в город Брест. 3180 конкурсантов, а вообще за весь фестиваль более 10 тысяч зрителей посетили наше мероприятие. Поэтому масштаб, сцена, свет, экраны, звук, ну, я хочу сказать, что большая, огромнейшая команда работала над проектом. И именно поэтому он получился, состоялся. И мы уверены, что пятый фестиваль будет ни чуточку не хуже. Не сомневаемся. Я даже думаю, что количество номинаций тоже будет расширено. Вот на этом фестивале в каких номинациях пробовали себе участники? С 2019 года фестиваль практически не изменяется. В первый раз, как мы его провели в пяти номинациях, вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество, так он и остался. Ну и, наверное, одной из самых ярких номинаций в этом году было хореографическое творчество. Яркий представитель Марика сегодня находится с нами в студии. И мы попросили ее поприсутствовать, прогулять школу, да, как мы поговорили за кадром. Это было самое приятное в нашем приглашении. Какие жертвы только мы не делали. Марика, а давай мы у тебя спросим, подели своими впечатлениями об этом фестивале, какие у тебя остались эмоции после выступления на такой красивой сцене? Ну, я очень рада просто, что меня вообще пригла... что я вообще поехала на этот конкурс, что я танцевала. Мне очень приятно. Давай расскажем всем, какой жанр танцевального искусства ты предпочитаешь. Потому что ты давно занимаешься балетом. Как давно, кстати, давай уточним. Я пошла на балет с два с половиной года. Ничего себе. И... Уже несколько лет. И уже несколько лет занимаюсь. Артист со стажем. Да. Так, расскажи о своем танцевальном номере. Танцевала я номер Инфанта. Инфанта – это девочка, которая, ну, не слушается, ну, непослушная принцесса. Своенравная такая. Этот номер понравился не только нашей режиссерско-постановочной группе, но и у этого номера есть большая история, да? С известным хореографом, связанной нашей страны. Валентин Ерезалев, да? Абсолютно верно. Да. Потому что от Большого театра Беларуси уже заметил Марику. Когда ты именно с этим номером, он сказал, что действительно большой талант растет в семье, и этому таланту нужно уделять время и развивать его. Марика – здорово. Но я так полагаю, что, собственно говоря, еще какие-то эмоции у тебя от фестиваля остались? Когда такая большая сцена, когда такой большой зрительный зал. Что ты ощущала, когда танцевала? Волнительно было вообще? Нет, не было волнительно. Я ощущала, ну, радость. А радость почему? Потому что, наверное, вот этот номер «Инфанта» – это отчасти про нашу маленькую Марику, да? Находишь ты сходство, да, со своей героиней? Короче, такая же непоседливая во всех смыслах. Это здорово. Просто скромничает. Но, вот ты говоришь непоседливая, но посмотри, какая статья. Чувствуется профессионализм в Марике? Потому что Марика, кстати, занимается в студии у Марины Вижновец. Это прима-балерина Большого театра в Беларуси, мы знаем. Да, и если что, у Марики сегодня, я знаю, репетиции, да? Поэтому педагогу передаем привет. Да? Давай, можно, вот как раз у тебя там есть камера, ты можешь помахать туда и сказать, что ты будешь на репетиции сегодня. Так, хорошо. Привет мы так вот передали виртуально. Александр, давайте поговорим про будущий фестиваль. Да, я так полагаю, фестиваль один закончился, да? Тут же переходим уже к подготовке следующего, да? Мы во время проведения 4-го международного фестиваля «Миллениум» уже с большим волнением думаем о проведении 5-го. Это маленький, но все-таки юбилей. Большая задача стоит перед организационным комитетом фестиваля. Мы надеемся, что будет поддержка от Брестского городского исполнительного комитета, Брестского областного исполнительного комитета, всех организаций, которые нас поддерживали, Федерации профсоюзов в Беларуси, которые помогли нам организовать и сольный концерт Алены Ланской в рамках фестиваля. И много-много-много других важных, особенно в год исторической памяти, мероприятий. Поэтому, наверное, всех секретов пока раскрывать нельзя, но мы уверены, что в Беларусь на фестиваль «Миллениум» приедет очень-очень большая звезда, которая нашим юным звездочкам, которые открываются на фестивале, будет почетно выступить в открытии. Мы желаем вам, во-первых, вдохновения, во-вторых, желаем не сбавлять обороты. И благодарим, конечно же, за то, что сегодня посетили нашу утреннюю студию. Желаем хорошего вам продолжения дня. Мы напоминаем, что у нас в гостях был организатор международного фестиваля «Миллениум» Александр Лавринович и финалистка фестиваля. Марика Корзюк, хорошего дня, плодотворного.